Сухофрукты Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу готовить сухофрукты. Сейчас осень. В Армении очень много фруктов. Не знают, куда девать. Хорошо, что сейчас очень много маленьких цехов, где сухофрукты делают. И для кондитерских заводов, и для других мест на продажу. А то бы испортилось только добро. Вот я сегодня хочу и в черносливе делать сухофрукты. Это несколько вариантов есть. Сегодня я покажу, что буду делать. Надо брать хорошие, качественные фрукты, плоды. И чтобы оно не было очень зрелее. Вот такого, чтобы было. Вот первый вариант я делаю. Вот просто на две части режу и ставляю. Это буду ставить на солнце. Через два дня буду переворачивать. Самый вкусный вот так получается. Без сахара, без ничего, без химикатов. Очень вкусно и красиво получается. Еще цукаты делаю. Я не люблю цукаты делать, потому что оно, когда сушится, само собой уже сладкий. Вот этот сахар уже лишний там. Вот первый вариант вот так делаю. А второй вариант. Беру вилку. Несколько мест дырки делаю. И так все буду делать. И ставить в духовку 150 градусов, чтобы было там. Чтоб чуть-чуть вяле стало это. Не надо много оставить, чтобы очень мягко стало. Просто вяле ставь, чтобы сушить можно было. Дорогие мои подписчики. Вот я сейчас это отнесу, положу в духовку. А это под солнцем. Через два дня это буду переворачивать. А это когда сниму, вам покажу, как получилось. И тогда поставлю под солнцем. Вот обязательно надо промыть это, чтобы этот порошок снялось. Правда, после сушки обязательно я тёплой водой мою вот все сухофрукты. Но всё равно сначала надо по отдельности это промыть. Вот отнесу, положу в духовку. Дорогие мои, уже прошло 30 минут, как я ставила это в духовке. 150 градусов. И дверь закрыла в духовке. Видите, уже сок вышел из этих дырок. И цвет поменяла. Но я много не оставляю. И вот если камера пустит, то здесь маленькие уже трещины образовать. Я не знаю, камера покажет или нет. Вот так я буду ставить на солнце сушиться. И через два дня буду косточки снимать. Друзья мои, а вот третий вариант. Вот я здесь поставила черносливы. Сеточка не должен быть синтетической. Потому что в горячей воде будет. Здесь у меня простой вода кипит. И я здесь буду добавить каустическая сода. Это техническая. Но обработка идёт и не вредна. И после этого должна вот это в кипяток пропустить. И считать до четырёх. Раз, два, три, четыре. И снимать. И сразу в холодную воду пропускаю. Вот уже и цвет поменялось. И здесь трещины. Вот это помогает, чтобы сушилось хорошо. Я это ещё, кроме спускания холодной воды, буду проточенную воду хорошо промывать. И поставлю на солнце сушиться. Это делается для того, чтобы побестрее сушилось. Вот все большие производства, где много сухофрукты делают, они обязательно делают с каустической содой. Без этого невозможно. А в домашних условиях мы не всегда это делаем. Я обычно делаю вот эти две варианты, которые я показала. Остальной процесс потом покажу. Друзья мои, вот черносливы, которые я на две части резала. Уже прошло два дня, я перевернула. И так буду сушить ещё два дня. Посмотрим, когда будет готово. Это тот чернослив, который я в духовку положила. Сейчас я буду вот здесь немножко резать и косточку снимать. Оно очень легко снимается. Вот, косточку снимаем и закрываем. Вот так. И так поставим сушиться. А это, который я в соде делала. Это тоже вот так буду резать чуть-чуть и косточку снимать. Очень легко снимается. И так буду поставить и сушить. Это будет через несколько дней. Поэтому я хочу сегодня это видео закрыть. Потому что время я сейчас вот готовить. Пусть посмотрят, кому-то понадобится. Когда будет готово, я тогда на моём другом видео буду показать. Во время снимания других видео. А сегодня вот это про моё сухофрукты. Хочу, чтобы вы сами делали всё. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Ждите новых видео. А готовые я потом вам покажу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok